В Чебоксарах продолжается противостояние вокруг участка земли по улице Ленинского комсомола. По одну сторону баррикад местные жители и городские власти, по другую застройщик. Подробности у Ольги Пырочкиной. Местные жители демонстрируют синяки, которые получили при обороне земли около своего дома. Мы не давали ставить вот этот забор. Тут товарищ Лапин привел человек 20 лишних молодых, ребята, подростков, и целую шайку. Тысячу рублей обещал им дать. И они здесь, и строители, нас хватали, вот, все в синяках. Под машиной я сама легла, например, под машинами легла самая личная. А Лапин говорит, дави, говорит, водители. Я даже вот так села, говорю, помогите, ничего не можем делать, я заплакала. Речь о событиях трехдневной давности. Тогда жители окрестных домов, которые против уплотнительной застройки, в буквальном смысле сцепились со строителями, которые работали на месте, где предполагается построить здание. Друг о пашне дошло в первый раз, а в целом противостояние тянется уже почти пять лет. Все началось с того, что в 2011 году компания «Алкорстрой» под руководством застройщика Алексея Лапина получила в аренду участок земли у дома номер 36 по улице Ленинского комсомола для строительства отдельно стоящего четырехэтажного здания бытового обслуживания. Однако в интернете появилась информация, в будущем здании бытового обслуживания почему-то продают квартиры. До этажей уже не четыре, а восемь. Недавно наткнулась на объявление о продаже квартиры. Строительная компания «Альфа Групп» будет строить пристрой к дому 36 по улице Ленинского комсомола. По данному объявлению цена получается около 39 тысяч за квадратный метр. И срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Дом одноподъездный, восьмиэтажный с индивидуальным отоплением. Кто-то еще знает про это строительство? Со строительством дома бытового обслуживания жителей, быть может, и смирились бы. В конце концов, магазины, парикмахерская или ателье в шаговой доступности не помешают. Но соседство с большим многоквартирным домом их явно не прельщает. «Как людям жить здесь? Ну вот смотри, здесь место есть построить дом? Нет его?» «Ни детям не ходить, ничего. Одна дорога только. Тупиковая, тем более. Если они начали стройку, то пешком ходят и негде быть. У нас нет ни выбивать вещи, ни сушилки, ни мусора, ни детской площадки, ни тротуаров нет. Ничего нет». Неудачным это место считают и городские власти. Тем более, что выдавали участок под строительство одного объекта. Застройщик, судя по всему, поменял планы. В администрации города была проведена дополнительная проверка данного участка. И в связи с тем, что он находится на территории двух территориальных зон, было принято решение об отказе. Застройщик данное решение городской администрации обжаловал в судебном порядке. Судебное решение гласит о том, что меры, принятые администрацией городской, незаконны и ущемляют интересы города, уже юридического лица. «Строительная компания не пойдет на то, чтобы убрать эту стройку. Это, во-первых, затраты. В любом случае, это финансовые затраты. Сколько миллионов потратил господин Лапин здесь неизвестно, только ему. А считая о том, что эта стройка должна прекратиться, только по единственной причине о том, что у людей будет отсутствовать, во-первых, это парковочные места на 30 автомобилей. Отсутствует, самое главное, детская площадка, которая нужна просто именно этому квадрату. И человеческое отношение жителей к этой стройке настолько, что они с утра до ночи стоят здесь на баррикадах. У каждого человека синяки, царапины, ссадины, даже есть ожоги, которые люди просто препятствовали варке вот этих заборов». После обращения граждан прокуратура Калининского района направила материалы в суд. Так что решать судьбу земельного участка в очередной раз будет Фемида. Кстати, на 30 сентября районный суд города Чебоксара назначил рассмотрение семи дел в отношении Алексея Лапина, не связанных с участком по улице Ленинского комсомола. Его обвиняют в мошенничестве. Ольга Пырышкина, Александр Петров, Республика.